Поздравляю с праздником Победы 9 мая, 45-й год. Что ты пожелаешь нам? Желаю, чтобы не было войны, чтобы жили хорошо. Не голодали. Главное, не голодали и в холоде не ходили. Не так, как мы видели и голод, и холод. И бомбёжки. И бомбёжки, и бомбёжки, да. Ну, это как большой праздник. Что не боятся, не убьют ничего. Чтобы голода не было. Главное, чтобы войны не было. И расскажу с первых дней, как помню, как объявили войну. Ну, здесь ещё до нас не доходило. А потом, как начали бомбить, вот эти фугаски кидали. Ну, и приготавливались уже, копали убежище. Каждый хозяин себе убежище копал. Как тревога, значит, прятаться. Потом багры эти, ну, дома-то деревянные, что если загорится, то этими баграми. Ну, ты прицелишь такой бомбок на длинной палке и... Скажи, ты не волку забери. И кричок такой. Что, зацепил? Угу. И, конечно, кадушки тогда же, в глядях, в бочек не было. Кадушки с водой стояли. Как кидают, эти фугаски небольшие, хватаешь клещик и в бочку. И тупнет. Да. А то навешают. Ну, а часто бомбили вообще у нас здесь? Кто же знает, как часто, не часто, но они бомбили. Было так у нас. Летят по 30 самолетов оттуда. Летят. Делают над нами круг. И еще вылетают. И пошли бомбить. Сколько тебе лет было, когда война началась? Тринадцать. Тринадцать? Тринадцать, почти что четырнадцать. Вот. И летят бомбить. И вот, помню, эти фугаски-то повесили. Видно все. Кидает, ну, народ, конечно, около своих домов. И вот глядела, ну, может, с перепугу, как, помню, луна. Большая луна такая. Вот как рисует ее. Волосы во все стороны. И улыбается. И отец был. Еще кто-то был. Я говорю, смотри как. Они ничего не увидели. А я вот увидела. А потом... Иди, Вовке, шапку одень. Найди шапку и одень. И помню, как бомбили... На крыльце, наверное, давай. Давай шапку. На метели бомбить. Мне кажется, ложись. А я пальто над собой надела и говорю, ой, да надо мной пальто же. Ага. Да, сперюбоку. И лежу в убежище. А когда немцы пришли? А немцы пришли. Было грязно. А наша улица вообще была грязной. По большой дороге не проедешь. Они на велосипедах и на мотоциклах были. А это в каком году-то они пришли? В 41-й. Они уже в 41-м пришли к нам сюда? В 41-м где-то, как помню, в октябре или 15-го, или 17-го октября. Ну, а вели они себя как? Как они себя вели по отношению к вам? К нам они, знаешь, более-менее. Ну, то, что, помню, курицу у нас схватили, а мать заругалась, говорит, пойду сейчас в комендатуру заявлю. И он бросил. А так ходили мы почему-то по этой улице-то на коммунистической. Из деревень поросят везли, отбирали. А у нас отбирать нечего. Ну, да. Что стояли у нас немцы в доме, спали на полу. У нас и пол холодный. Соломы населили они, охраняли наших пленных. Наши пленные были к этому... Калантай, подъезд. Там песок копали. Карьер. Карьер там они копали. И, по-моему, ехали... А за картошкой мы куда-то там в поле ездили. Уже на санках с матерью. У отца не было. И пленные говорят, дайте картошечки. А картошка, она мороженое, мы ручеёк тёк. Кидаем картошку, она рассыпается. А чё мы можем дать? У нас сами голодные. Сами голодные. Никто не думает, что война начнётся. Никто ничего не запасался. Такой будет голод. У нас сухари насушили. Мы... Ну, от на... На вот что-то подушки. Вот это... Сухари снили, да и всё. Потому что... Это я уже... А бомбили... Бомбили они вот у нас, где над Пролетарской. Да, помню, мы с подружкой стоим в зенитке. Стреляют, летят. Я говорю, хоть бы попали бы в одного. А они как начали бомбить. У нас дом плохой. Мы сейчас закрываем дверь в дом. А дом шатается. Ну... Страшно. Да, и бомбили у нас. Выше. Курилец там дом был. Муж с женой. Жена приготовила обед. А у них что-то лошадь было. Я не знаю, кем он работал. В сарае. Она пошла его звать обедать. А в это время... Вот он в кухню. Бомба упала небольшая. Но она в середине так... Но она... Ну, всё равно бы... Он никого не убил. А Масленниковы... Ближе к этому... По монастырке там. Так. Как от нас идти... С правой стороны... Ихний дом... Как-то в низине... Были все они... Масленниковы... Как сейчас помню... Фамилии... И в дом... Упала и всех. И всех, да? И всех. Вот так... Как стреляли... Стреляли... Вот уже... Ещё немцев не было. Мы... Почему? Раньше клали... Межурам... Стреляли... Стреляли... Идите, Вова, посмотрите... Там, поиграйте... Ну, Даш... Где Вова-кто? Идите быстренько к нему... Бабушка рассказывает... Тут почему у вас детство счастливое такое? Немцы... Немцы как-то... Ну, немцы не любили этих евреев. А у нас жили... Они осетины, что ли... Грузины, такие вот. И... Девчонка была... Ну, у подружки мы были. Они говорят... Она... Иуда, Иуда, убить её нужно. Ну... Как-то там... Не тронули, да? Не тронули. А так... Заставляли... Снега-то там много. Дорожки расчищали мы. Заставляли нас песком сыпать. Чтобы не скользко. Потому что... Обувь у них-то не такая? Да, падали. Ах, не падали. Слушай, а ты вот рассказывала про яблоки, что вы у них воровали. Яблоки. Это мы их там уже на лыжах. Ездили под монастыркой. Там стояли много в ящике яблок. И часовой там стоял. А мы воровать. Эти яблоки куда? Сюда. А штаны-то на верёвочке? Ну да. Ну ладно. И вот... Я не знаю сколько там яблок давали, украла. А подружка моя только руку-то протянула. А здесь немец выходит. И она бегом. Тогда из городок никаких уже не было. Всё поломано. И она вот от монастыря, там где бельё полоскает. Знаешь? Поняла, да. Вот оттуда. И на пролетарку, на горку. На горку. Ага, там такая горка большая. Бежит. Мы говорим, ну что, сейчас шкурку расстреляет. Шкурку расстреляет. Немец идёт навстречу и дорогу уступил. А эти, что-таки, кричали, не тронули, нет. Не тронули. А что если мне было 13-го, а она моложе на 2 года, один цвет, дитё. Ну да. А так тоже, что мы... Как пошли вот... Да, спусти! Стояли эсэсовцы у нас у Ивановых в чёрных шинелях такие. Но население не трогали. А уж как-то летит самолёт, так они выбегают все. Кто ещё может спрятать? Бомбили ведь. Ну вот, когда много налетали, так земля тряслась. А вечером вспышки видно. А что в убежище сидели, фонарь была у нас, летучая мышь. Ну вот узнать, почему она висела. Она качается и тухнет. Страшно было. Страшно было. А ты рассказывал, что катались вы на мёртвых. Вот здесь, где пролетарка, сюда уже ближе, так можно сказать, где магазин, через ображку, вот в этом ображке, катались. Ну, ребята катались на немцах. Я нет, не каталась. Убитые были немцы. И собак сажали. Катали. Да. А потом у нас в Довинах были три немца обмороженные. Наши пришли, они просили не расстреливать. Мол, у нас дети. Ну, наши, конечно, расстреляли. Подвели к яме. Сейчас там Борисовы дом поставили на этой яме. И расстреляли троих. Долго они лежали. Потом собирали их. Вот, а так. Ну, что, конечно, мы, ребятня, пуль-то много валялось. Сейчас эту пульку, голову снимешь. И подожгешь переверк. Знаешь, какие? Да. Ну, надо было хоть как-то развлекаться, радоваться, да? Не все же бояться. Да. Ну, к такой жизни тоже привыкаешь. И то, что вот кормить, кормили. Ну, нам не досталось. На коммунистической тоже кухню сделали. И население давали. Там в котелке сколько. Немцы. Еды нам. Ну, немцы вам давали. То есть вы как были, как оккупанты, да? Оккупанты, да. Они здесь были в городе. Мирное население не трогали. Но и наши набегали, как бы, да? Партизаны там какие-нибудь. Партизаны были. Мать с Динкой ходила в деревню, как она, Барденева. Там отец работал с щитоводом. Ну, в общем, с Динкой пошла туда. Картошечки, может быть, дадут. Идут дорогой, на столбах висят. Партизаны. А уж за что, про что. Не знаю. А в городе так мы не слышали. Не слышали. Ну, вот когда магазин-то грабили. Ну, не грабили, как это сказать. Ну, можно сказать так. Где, 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 чего население мог взять, тот и брал. Динка принесла откуда-то пшена. Еле дотащила. А потом, говорит, там склад с мукой. Правильно, я тоже туда подходила. Детара. Муку. Кажа сидит на мешке, кричат. Взрывают. Все выскочат. Ну, а здесь кто смог, тот взял. За солью ходили. В монастырь я. И там сейчас этот дом. Был склад соли. Так она в россыпье. Там уж комки. Вот сидишь, вдолбишь. Кто чем. Солью себе скаблили. Хоть да. Солью. Мы не бед. Солью-солью. А здесь... Ну, то, что вот немцы на лыжах не умели кататься. На лыжах встали. Ну, у них же снега-то толком нету. Вот, и падают. А так ничего мы от них не видели. Так как-то... Я не знаю, как мы там переживали. Переживали. Ну, это хорошо, что молодые были. Ну, что ребенком была. Еще не так это все страшно. Родителям-то, наверное, приходилось тяжело. Не знаю, как. Ну, а потом мы же немного... Ноябрь, декабрь нас освободили. Ага. Освободили здесь как раз... Ну, ребятняжи, так сказали. Пшеницы. Пшеницы. У них мешки такие квадратные были. Пшеницы. Пшеницы. Где сейчас... А что там сейчас находится-то на Ленина, напротив типографии? А там тоже, мне кажется, какой-то дом. Пшеницу. Ну, и мы побежали утром. Думаю, ворота открыты. Люди тащат. Лежат немцы убитые, прикрытые. Там несколько их. И часовые стоят. А мы тащим пшеницу. Думаю, убьют, убьют. Не убьют. Нас не убили, нет. Говорят, ну что мы, детвора? Ну, волоком, волоком. Да, это... Для балакла, да, врага. Одна по красноармейской-то. Или сама убила я по этой улице. А потом за матерью. И мы уже... Мешки, конечно, не фонный мешок. Я отсыпала, потому что хотела поднять. Тяжело. И там Васька-дорощук был. Говорит, куда ты поднять? Конечно, что ж я... Повольше, да, чуть-чуть. Да, худая. Ну, волоком. Смололи. И у нас мука была. А потом здесь, как... Баба-то, ну, пошли. Пошли. Почему-то была пекарня в монастыре. Хлеб пекли. И немцы пекли. И наши бабы туда пронырили. И мать принесла мешок хлеба. А потом пошли второй раз. А уже наши здесь. И нам больше не дали хлеба. Не удалось. Наши пришли. У нас дома все переборки разобраны. Потому что... Этот самый... Как он называется-то? Убежище. Стенки делали, чтобы не обсыпалось. И холодно. Но мать печку не стопила. Эту печку не топили. Не знаю, как существовали. И наши пришли. Наши пришли. Хлеб. Хлеб мороженый. Ну, обменяли. Мы дали. Такого. Мы, говорит, двое суток не спали. И вот, как помните, один сел на кровать. И кровать только солдатский. Ну, такие. Ну, как в больницах, можно сказать. Как сел на кровать, так ушел. Мы, говорит, двое суток не спали. Ну, освободили. Да, и стопили. Дома тепло. Так уютно. Ну, и потом до 45-го к вам не приходили сюда? Нет. Нет. Но все равно голодали? Ну, безусловно, голодали. Но это еще опять голодали. То вот, потом, когда стали давать хлебу-то, то я пшенички принесла. А потом собирали колостики ходили, вот, рожь, ну, обмолотили. Сделали, эти самые, мельницы сами. Ну, понятно. Помню, смололи тогда, помню, мать говорит, целый пуд муки. Это 16 килограмм, то что, голод. Ну, и пекли хлеб с картошкой. С картошкой мать пекла. У нас русская печка была большая. Вот, а здесь и голод, и холод, и разуты. А в школу пошла. Здесь немцев прогнали, и где-то в феврале, на нашей улице, сделали в частном доме школу. А там холодрыга. Сидели в пальто. Ну, все-таки учились. А уже здесь в июне, наверное, в колхоз. Это какой год? В колхоз морковку пололи. Это когда уже? Это в 42-м году. В 42-м. Уже начали это, кормить армию. Вот, да. Ну, вот нам там давали полкило хлеба на день, и пол-литра молока. И вот этот баланду. Вот этот крупный, по-моему, пшеницы, в кипяте заварили, и разовали нам. Мы ели с удовольствием. Ну, конечно, когда ничего больше нет. И то, наверное, в 42-м году мы с этой шуркой, потому что за ягодами в лес ходили и набрали много ягод. Продали, я еще помню, как военный говорит, девочка, а не стыдно тебе просить столько денег за стакан? Ну, а чего ж стыдно-то? Я продала на 750 рублей. И куда ж ты их потратила? Я, ну, куда. Матерь отдала, приношу. Мать работала за линией там. Какие-то были прокуроры военные по железной дороге, не знаю. Она уборщица. И принесла я ей эти матери денег. Она говорит, откуда ты взяла с такие деньги? Когда она получала пензи... Получку только 115 или 110 рублей. Поехали, куку пить не на чем. Я говорю, она тебе продала ягод. И она говорит, о, я куплю буханку хлеба. Ну, если бы хлеб был. И она купила буханку хлеба. Ничего-нибудь, а хлебушку. И разутый. Одевать почему-то нас не было. Ну, мы вообще бедно жили. А здесь уже как мы стали жить. Немцы как-то на коммунистической сзади нас. Харчук. Или у них немцы. Не знаю, сколько стояли. То, что большой у них сарай был. И в сарае много было. Висели велосипеды. Ну, и там разобрали. А так, нет, так обижать. Ну, видишь, и были у нас такие девки, которые с немцами гуляли. Праздники справляли. Я как сейчас помню, Лиза Коротких. Она высокая такая, куда и светлая была. Ну, их три девки. Они вот так. Ну, и потом здесь, как это само по себе, в школу ходила. В школе, говорю, давали четвертую часть хлеба, во всю буханку отрежут. И давали нам кусочек хлебушка. И еще сколько-то копеечек нужно заплатить. Угу. И ладно. А вшей было полно. Ой. В баню идешь, снимай свое белье, отдавай жарить. Так тебя не пустят. Если бы они выходят, значит, отдают это белье. Жареное. А как Победу? Победа. Ну, Победа, я уже работала. Победа. Ну, здесь я пошла работать. Здесь мы с мамкой оживили. То есть, летом. И в лес звери, и ягодок наберем. Мать продаст. Мать продаст. Коза уже была, да? А? Коза была уже? Да. Да. Была коза. Мы с матерью пошли в лес. Дина-то у нас в госпитале. Так же, да. Мы с мамкой вдвоем пошли козу с собой. Тогда как-то ягод было много. Собираем ягоды. И на хлебушек намажем. Поедим. Козу подоем. И козу с собой. Да, и козу держали. И трава оттуда. Вот мой золотой. Топтыгин. А здесь уже как пошла работать в 43-м году. Семилетка кончила. И меня взяли туда ученицы. На метеостанцию. Ну, это... Не оформляли меня. Я ходила так. Так. Все делала, что на метео положила. Все делала. И... Ну, работала как наблюдатель. А потом уже... Ну, да. Начальник у нас была такая. Зинаида Федоровна Болынка. Хорошая баба. Выхлопнула, что нам, как рабочим, хлеба давать по 800 грамм. И вот мы здесь мамку 700 грамм. Я выставила 600 грамм. А вот и что. И все равно не хватало. Ну, потому что, конечно, надо же было туда прибеги, сюда прибеги. Хлеб текли. Мне кажется, он такой был вкусный. То отчепнешь корочку, в рот положишь, не проглотишь сразу и пососишь тогда. А здесь уже, как оформили меня, уже в 44-м году, меня уже зачислили наблюдателем. И заплатили мне за три месяца, как ученический. Тоже 900 с чем-то рублей. Ну, здесь совсем хорошо. Ну, одеться, купить, только на базаре чего купить. А так, а так в магазинах не было. Не было ничего. Ну, если только в Москву ехать, да? Нигде не было. Нигде не было. Это уже когда, когда реформа стала. Ну, ты расскажи, как вот вы восприняли известие о том, что победа... Ой, победа. Победа, все торжествовали. Помню, день ясный был. А я эти шары выпускал, наблюдал, как аэролог. Я рано приходила. Говорит, ой, победа, победа. Да солнышко светит. Ой, все пляшут, поют. Ну, правильно.